так 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 убираем выбираем авиацию на максимум сейчас то есть ну что здравствуйте дорогие друзья с вами розы я сейчас покажу как сейчас все того нашел покажу как управлять самолетом вот короче мы взлетаем тут и что-то пошло не так еще раз здравствуйте дорогие друзья и в скаме крупнейшее обновление да да это ребятушки скам добавили самолеты я не знаю кто-то ждал кто-то но я лично кайфанул по полной от самолетов добавили еще 4 аванпоста которые находятся в c2 a4 z3 и z0 в этих аванпостах есть три вида npc которые отвечают за разные типы товаров товары общего назначения это одежда еда инструменты прочее и даже ящик можно купить механик механика можно приобрести наземный транспорт оружейник выражение к можно приобрести огнестрел и не только вы всегда жаловались что очень мало лута теперь его вообще не будет потому что теперь можно все продавать перед деньги которые вы раньше находили которые новым был мусором теперь это будет самое ценное что есть в этой игре потому что экономика раньше был обычный бартер но он и сейчас наверное останется но будет очень мало теперь будет постоянно а сколько ты дашь за эту вещь денег теперь будут спойлить просто все и вся за экономика будет отвечать админ сколько будет денег в аванпостах каждый аванпост по отдельности вот к примеру если в одного аванпосте больше покупают или продают там оборот товара больше то тот аванпост будет богаче из четырех аванпостов они между собой не связаны ничем у каждого аванпоста своя экономика вот примеру я продал машину за 6000 скамовских денег а чтобы выкупить обратно надо заплатить в пять раз больше когда пройдут месяца у людей на руках уже будет очень много денег то просто начнутся продажи покупки между игроками это будет весело классно просто экономика это круто перенайти транспортное средство и так как первоначальный стартап потому что ну раньше как вы начинали играть вы появлялись на острове делали самодельный рюкзак делали топорчик и бежали населенный пункт чтобы найти хоть какое-то оружие там какие-то детальки чтобы сделать там самодельный дробовик или самодельный арбалет чтобы сходить в бункер чтобы найти хорошее оружие какое-то стоящее не дрючок с палкой теперь вы можете найти машину привести его аванпост и продать ее при одеться купите рюкзачок купите м9 с патронами и отправиться в бункер теперь есть смысл буквально все просто все спойлить ну кроме всякого хлама типа зомбаков металлолом резиночки но это я не знаю может в будущем она будет продаваться металлолом и резиночки почему-то ни у одного npc нельзя продать все цены вы видите я зашел и снимал это видео в одиночке цены фиксированы самой игрой вот к примеру золотой замок все знают что нужно собой брать ремку в этот бункер потому что ты там по-любому насобираешь 15 замочков если у тебя выкачана инженерка ты по-любому скрафтишь золотой замок золотой замок стоит 733 скамовских денег мясо теперь охота очень востребована видим что рыбалка тоже видим стейк из амура засоленный стейк из амура можно продать за три скамовских денег делать сосиски стейк из волчатины но вы должны понимать эти цены это выставлены именно игрой цены админ может сам выставлять вот видим что жир стоит 7 стейк из амура ноль но я думаю админ может выставлять это все если вы любите рыбачить вы теперь просто можете прийти вот такой аванпостик взять удочку наловить рыбы и продать ее вот видим 4 аванпоста вот на 3 аванпоста можно добраться как по земле так и по воде вот в отличие от аванпоста который находится в квадрате c2 туда можно там есть посадочная полоса туда можно добраться даже сесть на самолете в игре также появились заправочные станции для самолета две заправочные станции одна заправочная станция находится квадрате z0 вторая заправочная станция находится в квадрате а4 Самолеты будут спавниться в аэропортах квадрата D4 и аэропорт квадрат B2 и B1 на пересечении. Пробрались сквозь меха, уносили самолет. Самолет будет в плохом состоянии. Вам понадобится канистра с бензином и комплект для ремонта аэропланов, чтобы вы смогли хоть как-то улететь. Аккумулятор для самолета не нужен. Ну дай бог, вы взяли вот это с собой все. Вы нашли самолет, вы пробрались сквозь меха, тут ни одного кемпера нет. Вы чините самолет, заливаете бензин. Начинаете взлетать. Так, робот залагал это хорошо. И тут тоже надо очень аккуратно быть. Потому что если вы врежете что-то крылом, то вы уже там и останетесь, вы не сможете его развернуть, этот самолет. Он там и застрянет. Видим, вроде бы робот не коцает самолеты. Но это сейчас, это пофиксят все. Потому что я пытался гранатами закидывать в самолет. Разными минами взрывать, с РПК по нему стрелял. Ему было все равно. Это все пофиксят, это все сделают. Потому что когда и байки выходили, там тоже, ну, он как овощ какой-то был, просто чоппер. Добавили также спортбайк. Очень приятный звук. У меня не выкачана вообще езда на мото. Ну, прилично едет. 50-60 км в час. Видно, что работают, анимации, все очень красиво. Так, специально обученная девушка для езды на мото. Сесиль. Видим, с третьим уровнем навыка езды на мото. Это превращается уже в кайфовую вещь. Максималка 120. Кстати, тут очень низкая подвеска на мото, и вы по скалам сильно не поездите, вы его просто разобьете. Рекомендую ездить только по дороге. А ну-ка, я хотел еще кое-что проверить. Можно ли положить ящик? Сейчас проверим. Нет, нельзя ящик положить. Можно ложить рюкзачки. О, самодельный рюкзак. Можно накрафтить вот таких самодельных рюкзачков. Потому что этот рюкзак, это как половинка большого рюкзака. Так, а если боком их ложить? Нет смысла. Нет смысла. Конечно, если вас не разбомблят. Я думаю, теперь будут и гранатами кидаться, и чем хочешь кидаться теперь будут. Я буду просто... Бомбардировка, блядь, сука. Не в наше-то время это, блядь, весело, конечно. Это будет бомбардировка, бас. Тут, конечно, посадочная полоса такая маленькая. Если у вас нет навыка посадки, то забудьте вообще про это место. Потому что вы разобьете самолет. И вы спокойненько прилетаете. Где тут вход? На самолетике своем. Берете в свой хабарчик. И идете продавать. Вот тут даже сразу этот магазинчик. Средство трейдера 10 тысяч. Конечно, уже хочется поиграть. Уже на нормальном сервере, где уже есть люди. Вы продали все свое. Садитесь обратно на свой самолет. И летите на свою базу. Радостные. В игре имеются два типа самолета. Это синий и красный. Красный самолет более маневренный и быстрее. Но потребляет больше топлива. В отличие от синего. Синий потребляет меньше. Но летит медленнее. Максималка у синего 240. А у красного 260. Но мне больше красный нравится. Он такой вообще четенький. По сути, самолеты одинаковые. Но немножко отличаются по дизайну. Открытый двигатель. А тут закрытый. Ну а так они в основном... Ну, он более аэродинамичный. В отличие от синего. Это кайф. Это кайф. Также. Вы видите два РПК у меня за спиной. Эти РПК можно устанавливать на самолеты. Так же самое и на синий самолет. РПК устанавливается с двух сторон. Из этих РПК можно стрелять. Можно посадить еще... Переднюю кабину стрелка. Дополнительно. Это вообще... Это просто машина. Для фана вообще круто. Мне нравится. Итак, начнем. Разберем самолет изнутри. Что мы видим? Приборная панель. Приборная панель вся работает. Есть подсветка. Есть датчики. Набора высоты. Корости. Также есть компас. Ну и компрессия двигателя. Управлять очень легко. Вы будете задействовать только 7 клавиш и кроль мыши. Это Q, W, E, A, S и D. Пробел и кроль мыши. Кроль мыши крутим вперед. Зажимаем пробел. Пробел это тормоз. Видим, что... Ручка вперед, назад двигается, да? Это ручка газа. Чтобы передвигаться по земле, надо 3 раза крутнуть вперед кроль мыши. И видим, что компрессия примерно доходит до 40. Тогда вы спокойненько можете крутить свой самолет, как хотите. Вот видите скорость. Пробелом вы притормаживаете, потому что, чтобы не набиралась скорость. Вот 10-12 км в час, и вы спокойно управляете своим самолетом. Какую сторону вы хотите развернуться? Очень легко. Зажал пробел, самолет останавливается. Отпустив пробел, самолет набирает скорость. Ручка газа выставлена на среднее положение примерно. Нажимая E и Q, вы разворачиваете самолет. Получается, E и Q отвечают за руль. Это руль самолета. W, A, S, D отвечают за закрылки. W, A и D отвечают за закрылки на крыльях самолета. Для того, чтобы взлететь, вам необходимо выставить самолет так, чтобы у вас не было хотя бы в метрах 50 препятствий никаких. Вы просто выкручиваете пять раз вперед кроль мыши и зажимаете S. Ветер. Взлет. Это самое легкое. Вот посадка это самая сложная будет. Это самая сложная часть. Ну, вам просто нужно будет немножко потренироваться. Когда будете подлетать к посадочной полосе, вы полностью выкручиваете газ на ноль. К ролям мыши назад. И планируете на полосу. Планируете, не пикируете, а планируете. Когда дотронетесь с земли, зажимаете пробел. И самолет останавливается. Ну, вам где-то понадобится примерно, я думаю, ну полчаса, чтобы научиться управлять самолетом. Это очень легко. И это такой кайф вам, я вам говорю. Жесть, ветер. Надо погоду сделать нормальную. Когда ветер нормальный, то самолет себя ведет нормально. И садиться так легче. Намного. Когда нет ветра. При посадке главное знать, что вам нужно. Это просто планировать. Вы планируете выкручивать кролем мышки назад полностью на ноль ручку газа. Вот ручка газа. Вы видите ее. При таком положении ручка газа выжата, можно сказать, полностью. Выкручиваете на ноль. И планируете на полосу. Но. Сейчас я взлечу, секунду. Ой, нифига себе, их наспаунилось. При приближении к посадочной полосе вы должны выровнять самолет. При помощи их. Руля. И выключить тягу самолета. И просто планировать. Не пикировать вниз, а планировать. Чтобы примерно ваша скорость самолета была 120-100 км в час. Тогда вы спокойненько сядете там, где вы хотите. При прикосновении самолета с землей зажимаете пробел. Это все, что нужно знать, для того, чтобы управлять самолетом. Команды админа, чтобы прописать деньги или прописать самолет, я оставлю в комментариях. Ссылочку на донат тоже там. Если кто-то хочет мне помочь, пожалуйста, помогите. С вами был Розе. Всем до новых встреч.